Мэр Аргеева Илон Шор в интервью одному из молдавских телеканалов обвинил Рината Усатова в том, что тот в 2014 году обнародовал информацию о проблемах в банковской сфере, тем самым спровоцировав исход вкладчиков. Шор увидел в действиях Усатова традиционную руку Москвы, которая якобы должна была перед парламентскими выборами расшатать ситуацию в Молдове. Усатый начал кричать, и люди побежали забирать свои деньги. Ни один банк такого не выдержит. Это были звенья одной цепи. Заявил Шор, обвинив Усатого в подготовке революции. При этом Шор назвал экс-мэра Бельц своим старым другом, что, похоже, больше всего возмутило Усатого. В ответном комментарии изданию Ньюсмейкер он сообщил, что видел Шора около пяти раз в жизни, один из которых на праздновании его дня рождения, где был со своим другом-бизнесменом Габриэлем Стати. После этого я понял, что Шора надо обходить стороной, потому что большинство людей, которые были на том дне рождения, должны сидеть в тюрьме. То, что ему запрещен въезд в Россию из-за угрозы экономической безопасности страны, свидетельствует о том, что русские быстро поняли, какой он мошенник. На украденные в Молдове миллионы долларов, продолжил он, Шор дарил часы и Мерседеса. Это все были деньги молдавских вкладчиков. Если я был его приятелем, почему все телеканалы Плохотнюка испугались, когда я заявил в эфире одного из них, что из банков украли все деньги? По словам политика, сам Шор в 2014 году шантажировал экс-премьера Владимира Филата и лидера ДПМ Владимира Плохотнюка. Если они не закроют дыры в банках за счет каких-то средств, то перед выборами у касс этих банков будут километровые очереди. И то, что решением правительства были закрыты дыры, подтверждает, что этого взрыва боялись и Филат, и Плохотнюк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА